Хорошо. И саркомы мягких тканей. Но, к сожалению, пятилетняя выживаемость, основной критерий эффективности лечения, значительно варьирует в зависимости от стадии опухоли. И доля запущенных стадий, при которых диагностируется опухоли Вильмса, она, конечно, очень существенно влияет и снижает показатель пятилетней выживаемости. Я хочу сказать, что спорадические случаи опухоли Вильмса диагностируются в около 60% случаев, а ассоциированные с наследственными симптомами в 40% случаев. Есть несколько генов-супрессоров, которые локализованы в 11-й хромосоме, я не буду их называть, но мутации этого гена вызывают такие наследственные заболевания. Может быть, опухоль Вильмса ассоциирована с синдромами Вагр, Беквита, Видемана, Дениса, Драша, подковообразной почкой. В 5% случаев наблюдается билатеральное поражение. В 5% случаев характеризуется наличием метастазов в лёгкие печени, лимфатические узлы опухоли Вильмса, тропных лёгочных тканей. Метастатический процесс именно. 6% пациентов имеют инвазию почечноклеточного рака в почечную и, соответственно, нижнюю полую вену. Вагр-симптом – это опухоль Вильмса, аниридия, патология половых органов и умственная отсталость. Ещё раз повторюсь, проявление диалекции части 11-й хромосомы. В большинстве случаев определяется у детей при обнаружении спорадической аниридии. Остальные признаки этого синдрома могут не проявляться или не быть очевидными в раннем возрасте. В редких случаях аниридии может не быть. Но дети с опухоли Вильмса, патологией половых органов и умственной отсталостью, или когда у них существуют другие проблемы со здоровьем, конечно, должны быть обязательно отправлены на генетическую консультацию. Беквит-Видемана синдром – тоже наследственное патологическое состояние. Основные проявления его – это макросомия, гигантизм, макроглосия, дефекты передней стенки живота могут быть, особенности ушных раковин. Если вы обратите внимание, вот такая неправильная форма мочки с поперечной исчерченностью. Денниса-Драша синдром – тоже наследственное заболевание с наличием у пациента опухоли Вильмса, тяжёлый прогрессирующий нейкропатий с потерей белка и неопределённых наружных гениталий. Но у мальчиков это понятно, а у девочек могут быть правильно сформированы наружные половые органы, и, однако, всегда отмечаются аномалии внутренних половых органов. Опухоль Вильмса может быть связана и с другими генетическими синдромами. Такой синдром множественных опухолей – Лиформинелли, Нунан, Сильвер-Рассела, и даже на фоне поликистоза может возникнуть опухоль Вильмса. Нефробластом – это типичная трёхфазная опухоль, в которой сочетаются примитивная нефробластическая ткань, эпителиальные клетки и мезонхимальная ткань. Источником развития нефробластома является нефрогенная ткань. Нефробластома вообще достаточно вариабельна по своему морфологическому типу, и там могут встречаться не только нефробластомы, но и участки лея и рабдомиосорфомы, популярной структуры слизиобразующего плоского эпители, и даже участки, которые напоминают нейробластомы. Ну, описана была опухоль впервые Вильмсом, потому она и носит его название. Я хочу только сказать, что доброкачественные опухоли почки встречаются крайне редко у детей, и достаточно высокий процент она занимает всех злокачественных новообразований у деток. Наиболее частый возраст, при котором мы диагностируем опухоль Вильмса, это дети около 5-летнего возраста – 4-5 лет. Большинство детей всё-таки имеют клиническую симптоматику, но она может быть не очень развернута, когда они попадают под наблюдение. То есть процент здесь достаточно варьирует в зависимости от того, где была проведена статистика, и поэтому, конечно, клинические особенности, они могут быть разные. Классификация практически коррелирует с классификацией рака почки. Естественно, надо обращать внимание на наличие опухолевого тромба почечных вен, потому что от этого зависит локальное стадирование, ну и, естественно, тактика оперативного лечения. Макроскопический нефробластом обычно представляется солитарной опухолью, хорошо отграниченной от нормальных тканей почки. В ряде случаев опухоль инкапсулирована с зонами микроза и кровоизлияна. С морфологической точки зрения, нефробластом – это смесь эпителиальных и стромальных компонентов в различных пропорциях. Степень дифференцировки настолько разная, что порой бывает очень сложно определить её гистогенез. Кроме основных компонентов, опухоль всегда представлена фиброзная строма с большим количеством мелких сосудов и более крупных артериальных стволов, почему она часто осложняется кровоизлиянием. Иногда выражена ангиомартоз. В 30% случаев, это очень существенный процент, имеют место ткани других типов. Подтубные гладкие вечно-полосатой мускулатуре, хрящевая ткань, костная ткань, нервные стволы и так далее. Существует из-за того, что она очень вариабельна, существуют так называемые благоприятные и неблагоприятные гистологические, я имею в виду, формы опухоли инкса. Конечно, несомненно, как лучевые диагностики мы не можем говорить, можем говорить только о возможности метастазирования, не можем говорить предположительно даже о гистологическом варианте опухоли Вильмса. Но вот наиболее неблагоприятная опухоль является рапдоидная опухоль, которая склонна к отдаленному метастазированию. Все детки, которых мы наблюдали, они поступали от 8 месяцев, то есть, конечно, это очень ранняя манифестация, 8 месяцев для опухоли Вильмса, до 7 лет, что является уже более поздней манифестацией, поступали в детское отделение переводом из районных больниц в Подмосковье. Я не сказала вам, что наш институт – это областной клинический институт, и, естественно, туда стекаются пациенты со всех районных больниц. У всех пациентов был выраженный болевой синдром, то есть все детки характеризовались выраженным болевым синдромом. У большинства был подъем температуры до фибрильных цифр, гематурия в большинстве случаев не отличалась, только у одного маленького пациента была гематурия. И у всех клиника связывалась с полученными задолго до манифестации клинических симптомов травмой. Состояние пациента всех оценивалось как тяжелое, дети были вялые, динамичные, с кожным покровом, бледно-серого цвета, иногда у пациентов отмечалась анемия. Всем была выполнена экстренная диагностика, но так как здесь речь шла об очень быстром решении проблемы, то всем выполнялась компьютерная томография, практически всем. Мальчик трех лет по клинике результатом УЗИ с во месту жительства был заподозрен карбонку правой почки, потому что была температура и были выраженные боли. При повторном УЗИ уже в отделении детской хирургии в среднем сегменте почки определялось солидное неоднородное структура образования с неровными и нечеткими контурами, которое имело, кроме того, экстравернальные компоненты. Тогда уже на хорошо, на грамотно выполненном ультразвуковом исследовании была заподозрена опухоль. Естественно, она потребовала подтверждения, и пациента быстро перевели в отделение компьютерной томографии. При нативном исследовании мы видим огромную по размерам правую почку. Нормальная почечная паренхема практически отсутствует. Почка представлена объемным образованием, такой гетерогенной плотности с наличием кровоизлияния. При мультифазной компьютерной томографии хорошо видна гематома, сохраненная почечная паренхема и опухоль, которая, естественно, контрастируется в нефрографическую фазу. Из особенностей картины здесь был тромбоз левой почечной вены, опухолевый тромбоз, потому что в отсроченной фазе он накапливал контрастный препарат, нижняя полная вена была инфактной. Ну и еще отмечалось двойное кровоснабжение этой почки, которое тоже было отмечено в протоколе. Естественно, была выполнена экстренная правосторонняя нефродреналэктомия, уротерэктомия с резекцией устиправого четочника, продольная резекция нижней полной вены с устиправой почечной вены. Оперативное подтверждение опухоль правой почки с гигантской паранехральной гематомой, в которой присутствовали элементы опухолевой ткани. Гистологически это была нефрогластома эпителиального типа с разрывом почки по опухоли, с инвазией паранехральной и прилоханочной клетчатки. Этот ребенок, по нашим наблюдениям, до сих пор жив и здоров. Гистологически опухоль Вильмсова с примитивной эпителиальной дифференцировкой. Второй случай – это была девочка 6 лет. Также клиническая острая боль связывалась с полученной за несколько дней до этого травмой. По УЗИ было заподозрено образованием, она была экстренно переведена в отделение детской хирургии. Также экстренно было выполнено исследование опухоль левой почки, осложненная разрывом с формированием подкапсульной гематомы. Была экстренно в этот же день, практически через несколько часов, выполнена нефро-ротеротомия, которая подтвердила наличие опухоли почки с разрывом и формированием подкапсульной гематомы. Гистологически это была нефробластома, смешанная эпителиально-строомального типа с высокой степенью методической активности. Высокая степень методической активности определяла более злокачественный тип опухолейный гистологический, и через 5 месяцев при контрольном и прозвуковом уже естественном исследовании был выявлен метастаз премхемопечени. Гистологический препарат. Следующая девочка, тоже такого характерного для опухолеведенца возраста, характеризовалась тоже очень острым началом заболевания, резкими болями в животе, подъемом температуры, дофибрильных цифр и отсутствием стула. Ей было выполнено ультразвуковое исследование и МРТ, на котором также мы видим опухоль негомогенной структуры с кровоизлиянием в центральных отделах левой кочки и под капсулу. И также была выполнена экстренная левосторонняя нефроритерадреналоктомия. Гистологически была очень нехорошая опухоль, эмбриональная злокачественная опухоль сложного строения, недифференцированная и славодифференцированная, нейробластома и нефробластома. Участок анопластической нефробластомы, нейробластома, которая была в этой же опухоли, представлен мелкими округлыми лимфоцитоподобными клетками с диффузным характером роста. Эта девочка нехарактерная для дебюта опухоли в юнице возраста, в 8 месяцах, очень маленький ребенок, клинический ребенок, внезапно стал беспокойным и вялым, отказался от пищи, и мать пульпаторна сама обнаружила опухоль в левой половине живота. Накануне ребенку проводился общий массаж. По месту жительства в стационаре было выполнено литрозвуковое исследование, где была заподозрена киста селезенки. И подозрением на кисту селезенки, разорвавшуюся, ребенок был отправлен в детскую хирургию манекен. Естественно, при компьютерной томографии вы видите огромнейшую опухоль, осложненную левой почкой, осложненную разрывом, с формированием огромной подкапсульной гематомы. Также была выполнена левосторонняя нефродерная уртера адреналоктомия, параортальная лимфодисекция, потому что уже были метастазы по брюшине. Конечно, сказать у 8-месячного ребенка о метастатическом поражении лимфатических узлов брюшины по данным компьютерной томографии было невозможно. Ну вот и спустя 6 месяцев, естественно, очень нехорошая была гистологическая опухоль, потому что у нас гистологи дали опухоль вильмса с элементами саркомы, а вот при пересмотре стекол в московском областном онкологическом диспансере, куда, естественно, все эти дети потом направляются для последующего химиолечения, там была дана вот самая нехорошая опухоль, про которую я говорила, терапдоидная опухоль. Ну и, соответственно, через 6 месяцев большой метастаз в ложе удаленной почки, мезонтериальные метастазы увеличились в размерах, появились метастазы в легких и печени. Конечно, неблагоприятный прогноз. Еще одна девочка, ну, эта девочка была клинически достаточно стабильна, она также жаловалась на боли в правой поясничной области и правой половине живота. Обратите внимание, находилась в стационаре по месту жительства диагнозом острый аппендицит. После аппендектомии правосторонней, которая была выполнена, был диагностирован имевший место катаральный аппендицит, был подъем температуры в послеоперационном периоде, и только тогда было назначено трезвуковое исследование. При трезвуковом исследовании диагностировались объемные образования обеих почек. Мы видим с вами билатеральную опухоль вилленности, то есть это пятая стадия, если обращаться к классификации, и справа с наличием небольшой гематомы, то есть разорвавшаяся опухоль в правой почке давала клиническую симптоматику, а слева без признаков разрыва. Так как состояние ребенка было стабильно, было решено ее перевести сразу же в онкологический диспансер, и там ей было... Да, кстати, у этого ребенка были явно видны метастазы параортальные и мезентериальные лимфатические узлы, то есть лимфатические узлы были крупные, активно накапливали контрастный препарат, и, естественно, подозрительны в плане лимфатического поражения. Ребенок был прооперирован в онкологическом диспансере в объеме левосторонней нефрактомии и резекции правой почки. После этого был назначен курс химиотерапии. Вот это интересный случай. Мальчик 6 лет, клинические жалобы были на боли в правой поясничной области после тупой травмы. То есть здесь имела место тоже тупая травма живота. В стационаре была выполнена диагностическая лапароскопия, выявлена большая забрюшинная гематома, произведено дренирование, ушивание верхнего полюса почки. Но сохранялась анемия, сохранялись выраженные жалобы на боли. И потом, в послеоперационном периоде, поэтому ребенок был переведен в манекен. Вы видите, да, изменения верхнего полюса правой почки, которые были расценены как послеоперационные, и, возможно, ишемические изменения, тем более с учетом того, что здесь проводилось оперативное вмешательство, и там была выполнена ревизия, гематома была подтверждена. Через полтора месяца ребенок поступил повторно, с сохраняющимися жалобами на периодические жалобы и слабостивялость. И уже при повторном, выполненном компьютерном, а затем магниторезонансном исследовании, было выявлено, что в верхнем полюсе правой почки была большая опухоль, которая уже прорастала в синус. Конечно, при ретроспективном анализе, этот участок негомогенного контрастирования паренхимы, который был нами, в принципе, достаточно на тот момент, наверное, корректно интерпретирован как участок возможной ишемии, это была, к сожалению, была опухоль. Извините, что-то у меня зависло. Ну и вот еще один ребенок, который был у нас практически на прошлой неделе, клинически на боли в правой поясничной области, также жаловался. После тупой травмы мама отмечала, что он упал на скамейку, после этого весь симптомокомплекс развелся. Обратите внимание на заключение УЗИ, да, тупая травма живота, уши правой почки, подкапсульная гематома, тромбоз правой почечной вены с распространением в нижнюю полую вену, хотя, в принципе, тромбоз у стравматических детей наблюдается не так часто, никаких изменений, характеризующих возможный коагуляционный тромбоз, то есть никакого поноса длительного, никакого воздвига, то есть признаков, на фоне чего Бог возникнет такой тромбоз, конечно, не было. Ну и при компьютерной томографии мы видим огромную опухоль правой почки с разрывом и опухолевый тромбоз правой почечной вены с распространением в нижнюю полую вены. Точно так же было сделано экстренно, тоже по витальным показаниям, нефровитер-адреналоктамия. Ну, на самом деле, суммарно, что ультразвуковая семиотика, что компьютерная томографическая магнитно-резонансная семиотика достаточно проста. Вы видите полиморфное гетерогенное образование, кистозные или смешанные кистозно-солидные структуры, и в зависимости от того, солидный компонент или кистозный компонент превалирует, естественно, у них будут разные ультразвуковые признаки. Ну, конечно, при доплере будет видна восклиризация солидного компонента опухоли, потому что там достаточно много сосудов. То же самое при компьютерной томографии. Хочу только сказать вот такой, так называемый, симптом когтя или клюва, по которому можем сказать, что опухоль исходит из почки, потому что почечная паренхима охватывает опухоль в виде когтя или клюва. Ну, и так как опухоль вилимсотропна к поражению легочной ткани компонентозирования в легочную ткань, то, конечно, если мы видим опухоль вилимса, надо расширять исследование, и надо исследовать таких детишек обязательно легкие, что во всех случаях, в принципе, было и сделано. Ну, и мрэй-симеотика, понятно, что когда ребенок стабилен, когда мы подозреваем опухоль, и когда у него нет такой яркой клинической картины, которая требует экстренного хирургического вмешательства, конечно, надо делать магнитно-резонансную томографию. И, учитывая, что первым этапом у этих детей, как правило, если речь не идет об экстренной операции, идет химию лечения, то, естественно, мониторировать состояние почки, мониторировать состояние опухолей необходимо только по данным магнитно-резонансной томографии. Ну, вот, что касается ПЭТ, то, конечно, в плане диагностики легочных бетастазов она уступает к компьютерной томографии, но наблюдать за изменения лимфатических узлов позволяет достаточно эффективно. Чем необходимо дифференцировать опухоль Вильямса? Это, прежде всего, с нейробластомой. Нейробластома – это уже одна из самых распространенных формах опухоли у детей. Почти 90% случаев встречается у детей до 5 лет, то есть возраст на определенном этапе совпадает. Абдоминальная форма встречается около 65% случаев. Ну, для нейробластомы, в отличие от опухоли Вильямса, характерны кальцинаты. Нейробластома, как правило, плохо очерчена, смещает аорту от позвоночника, потому что возникает забрюшина. Почка оттеснена, и рост опухоли происходит не из области почки, поэтому тот симптом клюва или когтя, о котором я говорила, конечно, здесь присутствовать не будет. И часто имеет торако-абдоминальную локализацию, что совершенно не характерно для опухоли Вильямса. Типичная нейробластома. Вот хорошо видно огромную опухоль, и она деформирует почку, она её смещает, они исходят из почечной ринхимы. В ряде случаев необходимо дифференцировать опухоль Вильямса от гепатобластомы. Гепатобластома – не так часто встречающаяся опухоль, чаще наблюдается в течение первых 18 месяцев жизни, и у взрослых встречаются чрезвычайно редко. Это тоже хорошо очерченное, выраженно-гетерогенное, объёмное образование, ну и, естественно, исходящее из печени. Рабдомиосаркома. Вот здесь иногда могут быть сложности. Это мемхимальная опухоль. Около 3% всех опухолевых заболеваний у детей. Очень часто встречается эмбриональная рабдомиосаркома, и пик её тоже приходится на 3-4 года. Примерно 10-12% от эмбриональной рабдомиосаркомы – внутрибрюшные опухоли. И тогда мы видим мягкотканной плотности образования, которая характеризуется умеренным, не таким активным накоплением контрастного препарата. В нём практически не бывает кистозных компонентов. И рабдомиосаркома характеризуется в деструкции прилежащей костной ткани. Она достаточно инвазивная и высокоагрессивная опухоль. Кистозная нефрома. Смешанная мезинхимальная эпителиальная опухоль иногда относится даже не к опухолям, то есть здесь по-разному её интерпретируют. Мультилокулярная или многокамерная кистозная нефрома – это редкое кистозное заболевание у детей, которое диагностируется в течение первых лет жизни, как правило. Девочка 2 года 2 месяца. За месяц до обследования госпитализирована в стационар по месту жительства с абдоминальным синдромом и расстройством стула. При ультразвуковом исследовании, типичным стандартным для такой ситуации, было выявлено кистозное поражение обеих почек, которое было расценено как мультикистоз, и оно было отправлено для дообследования к нам. По данным уже нашего УЗИ, гигантская многокамерная киста левой почки и многокамерная киста правой почки. Признаков нарушения уродинамики не было. При компьютерной томографии типичнейшая картина – двусторонний кистозный нефрома. Ребёнок был прооперирован. Сначала была резекция образования нижнего сегмента левой почки. Через месяц резекция образования верхнего полюса правой почки. Диагноз, естественно, подтверждён кистологически. И ребёнок в удовлетворительном состоянии выписан под наблюдение уролога по месту жительства. Конечно, в ряде случаев это редко, потому что здесь, конечно, совершенно другая клиническая симптоматика. Иногда дифференцировать опухоль приходится с почечным абсцессом и карбункулом. Но, как правило, здесь нам помогает клиника и данные анамнеза. Вот пример нагноившейся гематомы. Ну, конечно, 13 лет не характерно, во-первых, для опухоли Вильмса. Об анамнезе травмы, жалобы на боли в поясничной области, подъём температуры тела. При ультразвуковом исследовании было подозрение на опухолевый процесс левой почки. Однако при компьютерной томографии признаки травматического поражения, подкапсульного разрыва паренхемы нижней почки с формированием гематомы и с признаками её нагноения. Естественно, КТ-контроль проводить не стали, учитывая, что это ребёнок. И при хорошей положительной трезвуковой динамике пациент был выпутан также под наблюдением уролога по месту жительства. Но на самом деле, в принципе, казалось бы, нет ничего сложного в диагностике опухоли почки. Однако вы посмотрите, с какими совершенно разными и абсурдными направительными диагнозами были поступившие у нас пациенты. То есть это была и киста селезёнки и какие-то совершенно абсурдные заключения. То есть, казалось бы, такая ситуация, которая не должна вызывать ни у кого никаких сомнений, вызывала, ну, сложности в диагностике. И все дети поступали с острым абдоминальным синдромом, который требовал, прежде всего, исключения другой хирургической патологии. И, естественно, экстренного хирургического вмешательства, потому что эти были дети анамичные, по тяжести состояния у них, как бы мы не могли долго их наблюдать. Все. Благодарю вас за внимание. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? Да, конечно.